Капитальный ремонт Дом построенный в 1981 году большой и сложный. 11 парадных, 9 этажей и километры 40-летних коммуникаций. В семи подъездах работы уже завершены, в остальных же кипит бурная деятельность. На момент нашего визита в 10-м работали сантехники. Одного из них мы застали за нарезкой резьбы на новой трубе. Из разговора с этим мастером выяснились подробности, которые тормозят ход работы. Проблема в жильцах. Многие жильцы не пускают в квартиру, а так, в принципе, проблем особых нет. Закончим, сделаем капремонт. Те, кто пускают, конечно же, испытывают дискомфорт от привычных спутников ремонта, но трагедии из этого не делают. К запаху сварки и рёва автогена относятся без восторгов, но с пониманием. Ведь с дарой батареи могут преподнести массу неприятных сюрпризов. Я, дочка, против. Против я. Ну, 40 лет ведь у меня у нас стоять. А если я, говорю, лопан, что? Я не соображу, что делать. Перекрывать, где я побегу? Что я побегу? И затоплю я, и потом придется мне платить. На преображение всех домов, попавших в программу капремонта, в городском бюджете заложено 80 миллионов рублей. К концу этого года реставрацию жилого фонда обещают завершить. Виктория Черкова, Даниил Сурков, Новости Уллправды ТВ.